МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сегодня Сергей Соловьев, директор Владивостокской централизованной библиотечной системы. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Анна. И Ольга Арестова, арт-директор библиотеки БУК. Ольга, привет. Ну, наверное, для начала хочется узнать о мероприятии этого года, а точнее о том, насколько оно изменилось по сравнению с прошедшими. Ведь горизонты расширяются, прибавляется что-то новое, появляется что-то интересное. Вот и расскажите пока в целом, чего ждать от Библионочи 2017. Ну, пускай Оля начнет. Все-таки она основной куратор и организатор этого проекта в нашей системе. Ну, мне кажется, что очень важное отличие, которое нужно подчеркнуть этой Библионочи от прошлых Библионочей, то, что еще одной важной площадкой на Библионочи станет новая молодежная библиотека БУК, которая открылась не так давно. Вот. И в этом году она станет одной из главных площадок Библионочи, где будет проходить очень интересная и хорошая программа. А ведь БУК, в принципе, регулярно проводит лекции открытые, интересные, мастер-классы. Расскажите чуть подробнее сейчас об этом. Это правда. Это сейчас одна из самых посещаемых библиотек не только в городе Владивостоке, но и в крае. У нас в системе есть еще центральная публичная библиотека имени Чехова, которая может еще конкурировать с БУК. Но для нас очень важно то, что такая специфика молодежной аудитории, она не просто сработала, да, она показала. В библиотеке нет еще года, а ежедневно мы видим, что ее посещают 200-250, а в дни лекции до 300 человек ежедневно. Она показывает о том, что миф о том, что Россия не читает молодые, смотрят интернет и телевизор. Это неправда, как и доказательства. В общем, есть такая еще история в названии программы самой «Библия ночи. Долгая дорога». Это не только наше такое понимание нашей службы в этой истории, вообще самой литературы, но и некий такой отсыл к главнейшему произведению прошлого года Леонида Юзефовича «Зимняя дорога», которую мы всячески рекомендуем читать всем, потому что на то, что происходит сейчас с нами со всеми в этом мире, эта книга может дать ответы. И это одна из самых популярных книг в молодежной библиотеке БУК. Она уже почти полгода находится в топе. Ее читают именно молодые люди. Сергей, я хотела чуть позже поднять эту тему, но, коль уж вы начали говорить о том, что сегодня стереотип молодежь не читает, абсолютно опровергнут, я считаю, может быть. И вы прямое тому доказательство. В библиотеку БУК невозможно попасть. Я имею в виду, что ты приходишь, там всегда много людей. Нет, попасть туда можно, безусловно. Я имею в виду, что там действительно постоянный поток людей, и в большинстве это все-таки молодежь. И вот действительно ли, это правда же миф, насколько я понимаю, что молодежь не читает, нам ничего не интересно, да, сегодня, кроме как в компьютере посидеть. Давайте немножечко порассуждаем на эту тему. И, к слову, это же прямая ссылка и к библионочи, к мероприятию, потому что, опять же, оно направлено на то, чтобы люди с интересом приходили, знакомились и с современной литературой, и с нашей местной литературой в том числе, правда? Вот вы знаете, Оля просто в свое мое время, в прошлом году поймала совершенно правильное настроение, и мы вышли из библиотек. Ведь библиотека была придумана шесть лет назад прекрасными сотрудниками библиотеки Ильини Тургенева в Москве, за что им просто огромное спасибо. Это действительно знаковое событие для российской культурной жизни, для популяризации чтения, именно для того, чтобы люди приходили в библиотеки и вот увидели ее несколько иначе. Однако в прошлом году мы начали выходить за пределы библиотек и показывать о том, что Библия Ночь – это в целом о чтении, о книге. И библиотека – это такая же важная часть, как и книжный магазин, или как библиотеки не только муниципальные, но и ведомственные, учебные, государственные. И в этом смысле библиотекам в Библия Ночь просто не хватает места. И мы сейчас говорим о том, что Библия Ночь – это большой литературный праздник городской, и хотели бы, чтобы он стал городским, и хотели бы, чтобы он объединял не только какие-то мероприятия, связанные с чтением, с просвещением, с образованием, но и как таковой хороший книжный фестиваль, книжный маркет, где можно было бы купить книги дальневосточных авторов или просто новинки современной, отечественной или зарубежной литературы. И в этом смысле объем библиотеки – это очень скудно для такого события. Тем более, что Владивосток априори читающий город. Это факт, и это не только мы даем пищу для таких выводов. Посмотрите на то, как прекрасно, как хорошо развивается предприятие Веры Михайловны Арбатской, Приморский торговый дом книги. Ведь они же открывают магазин за магазином, и они становятся, в отличие от привыкших, к которым мы привыкли, странных магазинов, которые, как фантики советских ирисок, выглядели в хорошие, настоящие книжные центры, актуальные, современные. Понятно, что есть куда еще стремиться, но эти изменения, они просто фантастические. И зная, какие усилия Вера Михайловна к этому придает, это настоящий подвиг, как подвиг, собственно, работы, в которой мы служим. Собственно, я не себе хочу памятник поставить, а городской администрации, которая когда-то, то есть, дала нам такой карт-бланш и возможность заниматься любимым делом. А что касается книг и чтения, это, конечно, такой перестроечный миф, что мы якобы перестали и стали не самой читающей стороной. Мы читаем очень хорошо. За последние буквально два года, во-первых, выросли тиражи в книжных издательствах. В прошлом году объем изданной бумажной литературы практически сравнялся с объемом, который был, наверное, самый хитовый год, там, 93-й, было издано за всю историю Советского Союза и России наибольшее количество книг. Но тут еще надо понимать, каких книг издано. Если сейчас рынок диктует на то, чтобы издавались книги актуальные, популярные, важные, интересные, нужные, в нужных тиражах, в переизданиях, то тогда издавалось же все подряд, и в том числе и литература, которая издавалась на деньги, там, совершенно не российских издателей. Ну, очень много политизированной было литературы. Мы стабильно находимся в десятке читающих стран. Но если говорить о том, что мы не читающая нация, ну и слава богу, потому что самая читающая нация, по своим данным, это Индия. Ну и зная, что такое индийский кинематограф, мы можем себе представить, что и в Индии читают. Это бедная страна в большинстве своем, которая просто недоступна индустрией развлечений, и недорогое, там, фикшн, чтиво уровня, там, чуть ли не дешевое, там, чтение. Желчизны, да, какой-то. Газеты какие-то, просто изданные, там, такое, как, не знаю, как сублимированная лапша чтения, вот оно там и издается. И постоянно востребовано. Но это не с культурой чтения связано, поэтому... Мы на правильном пути. Вот я к слову еще о нечитающей молодежи хочу добавить. В прошлом году был небольшой опрос на Библия ночи. Спрашивали у людей, как вы сюда попали, почему вы пришли на Библия ночь. И большинство взрослых людей, ну, взрослых, я имею в виду, 40 лет с плюсом, говорили, меня привел мой ребенок. То есть дети. Вот вам и не читают, да? Ну, я очень надеюсь, что мы проведем и в этом году такой же экзит-пол, потому что для нас это очень хорошая статистика. Я очень надеюсь, что в этом году вопросов и ответов, что да, мы знаем, что происходит в библиотеках, и мы ходим в библиотеку, будет значительно больше. И это будет прямой заслугой той работы, которую мы ежедневно делаем вместе с городской администрацией в рамках нашей службы в библиотеках. Давайте поговорим о географии мероприятия. Где будут находиться площадки на этот раз? Оль, расскажи нам. Ну, у нас в этот раз четыре основных площадки. Это библиотека БУК, как я уже упоминала. Это верхний этаж Большого ГУМа, который не так давно открылся, новое помещение. Это будет также кафе Кафема, потому что тема у нас связана с путешествиями, а кафе Кафема, они как раз вот с такой атмосферой и с такой аудиторией интересующейся этой темой. И еще это будет Влад Книга, один из филиалов, собственно, торгового дома книги, о котором упоминал Сергей. Это основные четыре площадки, но также, естественно, у нас будет очень большая программа по библиотекам города, то есть будет большая детская программа «Библиосумерки», которая будет, ну, примерно в 15 библиотеках у нас по городу проходить почти весь день, 22-го числа. У нас и в БУКе, собственно, с самого утра начинаются все активации, начинаются они с языковых наших занятий, клубов, как с детских, так и взрослых, и вот до самого вечера пошло-поехало. В том числе это будет и, ну, вообще особо радует, что наконец-то вот это, прежде всего, библиотека БУК вот стала, то есть одной из базовых площадок, потому что, конечно, это и для нас наиболее, ну, как вам объяснить, то есть для нас очень важно, мы вообще пришли к тому, чтобы ее модернизировать к одной из самых последней. Это была шестая библиотека, в которой мы произвели реновацию, ну, собственно, нам пришлось доказывать это пятью другими библиотеками, но для нас это самое важное место, потому что это золотая миля города, это городской променад, и каждый вечер, каждый день и горожане, и автомобилисты, которые стоят в Пробкино-Светландской, и гости города. Кстати, иностранцы достаточно часто и гости в нашей библиотеке, потому что для них совершенно нормально зайти, дабы поинтересоваться каким-то городским вопросом, как добраться, где приобрести, куда мне пойти, и библиотеки в этом смысле это прекраснейшие туристические центры, поэтому такую функцию мы тоже на себя берем. И вот вся эта публика ежедневно видит в больших панорамных витринных окнах, не скучающую какую-то аудиторию, а полную жизнью, красивую, молодую, сидящую, может быть, отчасти по-хамски, но мы специально предусмотрели эти места. Сидящую удобную. Удобную на подоконниках, это действительно рабочие места, там даже есть подведены розетки для того, чтобы пользоваться ноутбуком или гаджетом, или там какая-то лекция проходит. Для нас это очень престижная история, мы доказываем, что библиотека – это не монохронизм прошлого, это актуальная общественная площадка. В этом смысле именно на этой площадке будет для библиотечной отрасли одна из важнейших дискуссий, которая вводит как личное интервью, наверное, такой формат интересный. То есть разговоры, публичное интервью с библиотекой. Да, мы постараемся собрать здесь, на этой площадке, разных сотрудников. Это не только сотрудники библиотечной системы Владивостока, но и в том числе и краевые специалисты. Я надеюсь, они до нас доедут, а также тех, кто когда-то был, служил в нашей отрасли для того, чтобы каждый рассказал свой так называемый success story, надеюсь, относительно того, что библиотека дала и почему вообще. Это будет в БУКе, по крайней мере для меня, это очень важно, потому что мы сейчас в том моменте, когда нам есть что сказать, особенно в свете последних событий с Институтом Стрелка, и это для нас очень престижно и важно. То, что вот кейс о программе модернизации библиотек, он буквально несколько дней назад нас прямо обрадовали о том, что он вошел в программу онлайн-курса «Школа Вектор», как создать успешное культурное пространство. Мы наряду с пространствами со всего мира, с Нью-Йорка, с датских пространств, с московских, с питерских, с казанских, есть кейс из Владивостока, и он связан именно с библиотеками. Это большая заслуга всей нашей команды и всего нашего города, что мы достойны этого. Я вас поздравляю с этим событием, замечательно. И мне кажется, город должен гордиться тем, что действительно наш город в списке таких показательных мест. Это по праву. Мы можем констатировать факт, что в городе есть библиотеки, какие вы можете встретить в любом городе мира, будь то Нью-Йорк или Мадрид. Это правда. Давайте сейчас делаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор о Библии у ночи 2017. Я думаю, что пора перейти к программе непосредственно. И хотелось бы начать с лекции Максима Ивановича Жука, который, к слову, тоже дал понять жителям города, что молодежь интересуется литературой. И это одна из таких, наверное, самых кассовых площадок, у вас во время Библии у ночи. Да и Максим-то не старик. Ну да, безусловно. Расскажите о нем, об этой лекции и обо всех остальных. Ну, в рамках Библии у ночи для нас было очень важно представить, наверное, таких главных литературных хедлайнеров в нашем городе. Ну, естественно, это Максим Иванович Жук, и также это Мария Бура и другие очень интересные персоны, которые рассказывают о литературе, круто и интересные, так что всем хочется об этом услышать. Ну и так как эти люди достаточно популярны, то, естественно, и регистрация на лекции, которая у нас запустилась сразу вместе с анонсами, она закрылась очень скоро. То есть на Максима Ивановича, к сожалению, попасть уже сложно. Вообще, так как лекция будет проходить в пространстве книжного маркета, то есть совсем близко к нему, буквально вот в следующее помещение, у меня есть предложение ко всем желающим услышать Максима Ивановича. Подслушать. Да, можно прийти на книжный маркет и подслушать. Потому что вот услышать, там точно получится. Но, возможно, вот увидеть Максима не получится, из-за количества людей, пришедших туда. Но в любом случае есть и много других интересных площадок, не будем умалять их достоинств, правда? Расскажите, что еще интересного предлагают сегодня жителям Владивостока на Библионочь? У нас в пространстве ГУМа программа начинается с часу дня и днев до 12 часов ночи. И на этой площадке будет очень много всего интересного. Нужно смотреть расписание у нас в социальных сетях и на сайте. Но я могу вот кратенько рассказать, что вообще такого самого, наверное, интересного. Я всем очень сильно рекомендую идти на театр «Кукольный потопов», потому что это прекрасная детская программа. Это люди, которые работают с местными мифами и легендами и подают их так, что даже взрослым интересно. Также у нас в ГУМе будет акция «Книжные свидания». Это такой экспериментальный проект. Нам показалось важным дать людям возможность пообщаться, потому что многие проекты, лектории, круглые столы, они же направлены в основном на то, чтобы люди сидели и слушали. Она хотела сделать так, чтобы люди могли встретиться, поговорить о книгах. То есть это свидание не про любовь и будущие отношения, это свидание про общение о книгах, которые люди ценят, любят и хотят обсудить. Про любовь к книгам. Да, про любовь к книгам скорее. И еще важно сказать, что программу в ГУМе завершит шоу литературных стендапов Кот Бродского. Это новый для нашего города проект, который пропагандирует чтение. Это правда. Я вот, простите, что я вклинюсь, но я всячески в любой ситуации, в любом разговоре я говорю, что, конечно, это Олина заслуга, это ее персональный личный проект, это один из лучших литературных проектов не просто по популяризации чтения, а уже по конкретному чтению и по осмыслению того, что ты прочел, который вообще появился в этой стране. Это действительно прекрасный проект, и я всячески рекомендую посетить его. Это крутая история, однозначно. Ну вот, завтра будет закрыта регистрация, если она еще не закрыта. Я с удовольствием участвую каждый раз. Я однажды и в жюри, и даже что-то вне конкурса там понарассказывал, это достойно. Я получил искренне удовольствие. Это тоже действительно известное в городе мероприятие, если можно так сказать. Площадка, мероприятие, событие, куда тоже приходит молодежь. Я думаю, что многие наши телезрители о нем слышали, безусловно, придут на Библионочь также посетят. Конечно, это захватывает. Это захватывает, когда ты видишь не человека с гитарой, рок-концертом или, не знаю, какой-то комедии стендапа, когда человек рассказывает о книге, о своих эмоциях, о переживаниях. Это захватывает ничуть не меньше. Это фантастика. Это действительно очень интересно. Это целый спектакль получается. Я бы хотел отметить еще два мероприятия в рамках Библионочина, которые прям, ну они такие отраслевые. Это прежде всего круглый стол по детскому книгоизданию, о детской литературе, потому что в нем будут участвовать как наши писатели, так и отраслевики, сотрудники библиотек, магазинов. И всегда у родителей возникает вопрос, а почему ребенок не читает, а что ему дать почитать? Так вот, мы знаем, мы как специалисты так точно знаем, как минимум с десяток других рецептов для каждого ребенка, которые захватят парня или девчонку так, что потом фонарики из-под одеяла будут родители отбирать. Это правда, есть такая литература. Но многие стесняются ли спросить, либо уже в силу вот этого стереотипа, что да, не читает, забросили попытки это вернуть. Так вот, сходите на этот круглый стол, возможно, вы найдете для себя ответы, а если вы там не найдете, приходите к нам в библиотеку, мы вам обязательно точно найдем несколько экземплярчиков, после которых дорога в библиотеку вам будет заказана. И одно из последних мероприятий, которое будет закрывать площадку в БУКе, это лекция от специалиста в своем деле, от человека, который в состоянии рассказать совершенно эфемерным и прекрасным чувством, чувстве, которое крайне необходимо любому человеку творческой профессии. Это будет рассказ о том, как, и конкретные советы о том, как сохранить, вернуть, приумножить такое чувство, как вдохновение. То есть, если ты писатель, если у тебя есть какой-то творческий кризис, или ты не хочешь останавливаться, приходи на встречу с нашим психологом, и, возможно, ты узнаешь рецепты, которые позволят тебе написать свою кавку или свою войну и мир. Ну вот я еще дополню, что в Кафе Кафе ему будет как раз такая программа, которая поддерживает тему путешествия, и там будет два очень важных тоже проекта для всей этой темы. Это проект «50 фраз помощь путешественнику», это тоже экспериментальный проект, на который мы собираем переводчиков. У нас будет переводчик японского, французского, немецкого, ну и, само собой, английского. И они будут рассказывать о том, какие фразы, какие слова нужно знать, когда ты едешь в незнакомую страну. Очень полезен. Лайфхак такой большой. Ну, вообще надо расценивать библиотеки как свои первые путешествия. Ведь первые свои настоящие вот эти вот путешествия, которые мы проживали, мы уже открывали в книгах. Я до сих пор вспоминаю «Остров сокровища», это мое первое путешествие, которое я в жизни произвел. Поэтому библиотека – это часть туристической истории, мы это хотим наглядно доказать здесь. Долгая дорога, да, очень оправданно как раз и название ночи этого года. Я знаю, что, безусловно, всего, к сожалению, не уместили именно в рамке «Библионочи», но вы постоянно проводите различные мероприятия, и вот впереди, буквально сразу же после «Библионочи» еще можно ожидать чего-то интересного. Так вот, чего, я думаю, Сергей сейчас расскажет. Это правда, да. Есть ряд проектов, которые мы бы хотели включить в «Библионочь», но по тем или иным причинам они просто либо не умещались, либо мы не успевали сделать это органично и так, как мы хотим, чтобы они были исполнены. И они вылились в отдельные мероприятия, на мой взгляд, не просто полезные, а, наверное, наиважнейшие, которые вообще библиотеки могут для города сделать. Одно из них – это большой такой, рассчитанный на день курс о том, как написать идеальные резюме, о том, как подготовиться к собеседованию и эффективно его пройти, результативно его прежде всего пройти. И дабы это не было голословно, мы соберем все вакансии, возможные все заявки со всех наших филиалов, попытаемся привлечь отраслевиков наших, с которыми мы можем связаться, книжные магазины, какие-то учреждения, развлечения. И прямо там же все, кто туда придут, все, кто пройдет курс, могут написать резюме в соответствии с этими знаниями. Возможно, тут же найти трудоустройство себе, работу своей мечты, потому что для нас, по крайней мере, работа с книгами, работа с читателями – это достойнейшее занятие, которое приносит не просто удовольствие, это определенный смысл в том числе и нашей жизни. А второе мероприятие, оно состоится именно 9 мая, но тут вот оно по-любому состоялось 9 мая, оно состоится совместно с ребятами, с Татьяной Заречневой, которая представляет группу компании «Платформ», ну и кучу интересных, важных таких предприятий. В данном случае она выступает как владелец франшизы на проведение такого проекта, как ТЭД. Это непродолжительные лекции на самые различные темы, но здесь будет это в формате такой ТЭД-Лайт, и в библиотеке БУК 9 мая мы проведем встречу с вполне таким внятным названием «Война и мир». Это будут темы, которые практически не затрагивались, или в официальной риторике, посвященной Дню Победы, это святому для нашей страны Дню, и там будут подняты темы, например, я раскрою небольшие карты, например, мне предложили поучаствовать, и я не нашел ничего лучшего, как рассказать, например, о индустрии книга-издания во время Великой Отечественной войны, как она менялась, сколько было издателей, с какой фактурой они работали, что издавали во время войны, что читали наши деды, находясь в окопах, какой бумагой они пользовались при книгоиздании. Это целая фантастически интересная индустрия, и благодаря нашему отделу комплектования мы не просто там расскажем, мы и покажем эти книги. И вот спустя почти век мы можем просто как машине времени переместиться в эту историю. И вот еще несколько вот таких же тем, важнейших, небанальных, интересных, которые мы сможем в этот день горожанам рассказать. И это трогательная, важнейшая и сложнейшая для нас история, которая обязательно станет частью городской культурной жизни. Я хочу вас поблагодарить, к сожалению, наше время вышло, и поблагодарить и за предстоящие мероприятия, за прошедшие мероприятия, и вообще за то, что вы сделали для Владивостока. Это действительно очень много. Поздравляю вас с такой победой, которую вы сегодня нам рассказали. Это заслуга всего города, в том числе. Да. И с читателем мы бы просто были красивыми. Давайте напоследок, Оль, может быть, ты это сделаешь, пригласим всех на Библионочь 2017. Вот, как известно, Библионочь – это же все-таки городской праздник, и она, естественно, бесплатная. И вот лучшая плата для нас – это гости, которые приходят к нам на праздник, потому что мы делаем это для жителей Владивостока. Все верно, да. Самое главное у нас – наш читатель. Итак, 22 апреля. Со скольки до скольки? С 12 часов дня. С 11, когда откроются библиотеки, мы ждем всех гаража. И до самой ночи. Да. Что ж, спасибо вам огромное, удачи, спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Увидимся на восьмом.